Курс взлет-посадка и симуляторные бои. Как взлетать? Конечно это может отличаться на разных самолетах, но по большей части одинаково. Разумеется запуск двигателя, выпуск закрылок, например у японцев как правило закрылки лучше вообще не опускать, но в принципе даем полный газ и летим. Немножко стоит надо педалями только подровнять, чтобы идти ровно по аэродрому, то есть по авианосцу. Ну и не забывайте, что убирание с закрылок опускает нос, поэтому если не уверены в скорости, то лучше убирать их постепенно. Ну и курс посадка. Забираем сюда пошире, смотрим на наш авианосец. Обычно в боях он движется, но в данном случае это пробный, к сожалению он здесь стоит. Движущийся конечно облегчает посадку, так как скорость авианосца и самолета складывается. Так же как и взлет в принципе. Следим за скоростью, она нам особо не нужна. Все палубные самолеты имеют очень хорошие закрылки, особенно на посадочном уровне. И практически где-то скорость 140-150 вполне достаточно, чтобы держаться в воздухе. Идем параллельно, параллельно назад. Когда уверены, что дистанция достаточная, начинаем постепенно доворачивать. Доворачиваем до момента, чтобы идти параллельно 90 градусов относительно корабля. За ним уже поворачиваем на него и следим опять же за скоростью. У меня она явно избыточная, я делаю небольшой крюк. Выпускаю закрылки в бой, выпускать их особо не спешите, так как их может оторвать. Выпускаем шасси, все это снижает скорость. Взлетная осадка. Следим по рубке, обычно я слежу. И скорость опять же. Чем ее меньше в момент касания, тем лучше. Раз, и зацепился гаком. Осадка выполнена. Ну, меня не чинят, из-за того, что ничего не потрачено. Я делаю карту в первую очередь. Перезарядка вошла. Вот так вот выполняется посадка. Перезарядка. Перезарядка.